всем привет добро пожаловать на мой канал это видео о моем уходе за март месяц простите что я выпускаю его так поздно но девчонки и мальчишки у меня есть обстоятельства непреодолимой силы но я не хочу сейчас о грустном по традиции начну с волос все еще продолжаю я использовать вот такой вот шампунь от эльцеф это у нас роскошь масел питательный шампунь для сухих волос 250 миллилитров он гелевый прозрачный у него очень насыщенный такой томный аромат но мне нравится этот шампунь по действию напомню волосы у меня обесцвеченные тонируюсь я в блонд пепельные насколько это у меня получается как-то вот задержался он у меня в уходе этот шампунь с небольшим объемом но сейчас я сделала короткую стрижку поэтому я думаю что расход средств для волос у меня увеличится также я использую бальзам из этой же линейки роскошь масел от эльцеф 200 миллилитров мне очень нравится эта парочка как они работают на моих волосах эти два средства волосы мягкие волосы хорошо расчесываются волосы выглядят достаточно достаточно прилично так сразу покажу из этой же линейки используем масло экстраординарное здесь 6 масел редких цветов здесь всего лишь 100 миллилитров посмотрите какой экономичный расход я пользуюсь достаточно давно масло на моих волосах девочки и мальчики это масло очень классно работает волосы гладкие мягкие насколько это возможно на пересушенных волосах при этом мои сухие волосы масло не утяжеляет у него великолепный аромат я пользуюсь этим средством с удовольствием также для волос я продолжаю использовать периодически вот такую вот маску это торговая марка эколиния с маслом овса экстрактом василька 200 миллилитров увлажнение для всех типов волос чудесным образом эта бюджетная масочка оказалась достаточно эффективной она помогает делать волосы гладкими и хорошо легко без проблем расчесывать их также моим помощником в украшении моих непослушных волос является вот это средство это всем известный гарнир фруктис не смывашка такая крем для волос 10 в одном здесь много чего обещается я скажу от себя что это средство делает мои волосы достаточно гладкими мягкими поддающимся укладки а также без проблем я расчесываю спутанные сухие свои волосы благодаря этому крему также поставила в уход вот такую вот сыворотку для роста волос от бел космикс понтенол и аргинин 145 миллилитров там внутри абсолютно такая жидкая жидкая субстанция желтоватого цвета с приятным ароматом девочки не могу пока сказать ничего о том насколько это средство влияет на рост моих волос потому что только начала пользоваться но вообще отзывы неплохие поэтому я жду какого-нибудь результата потом позже с вами уже поделюсь также я поставила в уход девчонки и мальчишки вот такой вот спрей для волос с кератином от польской компании joanna вообще я увидела этот бренд на сайте make up там колоссальное количество средств по уходу за волосами и для окрашивания для ухода 150 миллилитров написано что это спрей дает регенерацию и восстановление ну я уже смотрите сколько использовала как бы да и могу уже точно сказать что мои супер сухие волосы конечно спрей не восстанавливает но он дает приятный аромат облегчает расчесывание волос и ну скажем так волосы без этого спрея и волосы с этим спреем выглядят гораздо лучше но девчонки блондинки свет с осветленными волосами до меня поймут что это означает и как как нелегко с ними справляться так дальше значит зубные пасты заканчивается у нас вот такая вот зубная паста от дель капитана это у нас зубная паста против кариеса по мой зубного налета если я не ошибаюсь коробочку я выбросила здесь нет никакого перевода в общем здесь 75 миллилитров достаточно неплохая зубная паста она хорошо снимает налет это обычная белая зубная паста с приятным мягким мятным вкусом если вы любите зубные пасты по забористе то есть более мятные как бы ну мне кажется она вам не подойдет ну всем членам моей семьи понравилось и также я ставлю в уход вот такую зубную пасту от гималая herballs ментуловая или мятная свежесть здесь у нас гелевая зубная паста сейчас посмотрим она запечатана или нет нет попробуем показать вот так вот она выглядит вот такой зеленый прозрачный гель аромат у нее конечно очень насыщенный мятный ну я давно хотела общем хотела попробовать так поехали дальше значит гель для душа у меня все еще лепетит марселье с цветами флерд оранжа 400 миллилитров он будет долго в уходе нравится он очень пахнет классно пахнет аромат такой знаете мягкий обволакивающий ненавязчивый очень приятный расслабляющий также сразу покажу я крем который я использую как крем для тела также и для рук и для ног это тони моли с маслом ши крем здесь объем 250 миллилитров давайте покажу вот так вот он выглядит несмотря на то что в составе масла ши крем совершенно не плотный он не очень жирный он хорошо расходится на коже хорошо быстро впитывается не оставляет липкости очень приятно пахнет и хочу сказать что действительно очень универсальный крем девчонки и мальчишки я пробовала его наносить даже на лицо у меня комбинированная кожа возрастная мне 40 лет с расширенными порами и моя кожа восприняла этот крем совершенно прекрасно так теперь еще покажу масло для кутикулы я все еще использую вот такой вот от color intense это смесь масел вот он у меня уже заканчивается мне очень нравится вообще использовать масло для кутикулы потому что у меня проблемная кутикула она пересыхает потом когда вот выглядит очень неопрятно без ухода данное масло помогает поддерживать кутикулу в приличном состоянии дезодорант сейчас у меня используется вот такой отфа fresh and dry это у нас антиперспирант зеленым чаем 150 миллилитров девочки мне он очень понравился во-первых он очень приятно пахнет во вторых он защищает от запаха пота ну и в общем то с ним прошу прощения за пикантную подробность мои подмышки сухие да это пока не наступило теплое время года но тем не менее пока что меня во всех отношениях устраивает итак переходим к уходу за лицом средства для очищения кожи поставила я в уход вот такую вот пенку от dsm это линейка с травами здесь у нас целых 150 миллилитров обычная перламутровая такая кремовая текстура классическая пенка корейская для умывания она очень хорошо пенится дают такую классную устойчивую густую пену ее нужно совершенно там горошину использовать чтобы умыться мне очень нравится я люблю ощущение абсолютной чистоты кожи умывает она до скрипа и кожу при этом не сушит в общем все как я люблю также пользуюсь я вот таким вот скрабом для лица от эйвен нутро эффект это мицеллярный скраб здесь 150 миллилитров он будет долго еще у меня выходит там очень такие мелкие частички скрабирующие скраб этот пенится при смывании поэтому в общем то можно сказать что я им и умылась и поскрабировалась после него такое ощущение прохлады на лице чистая кожа кожу не сушит в общем классный скраб также продолжаю использовать вот этот вот продукт это юнайс счастливый огурец пилинг гель общем пилинг скатка 170 миллилитров лицо очищает достаточно прилично кожу не сушит очень приятно пахнет так теперь мицеллярная вода выходе вот такая вот отзыв с чайным деревом здесь у нас 200 миллилитров кажется если я не ошибаюсь в общем вот так вот уже почти половину мы с дочкой использовали хорошо смывает нестойкий макияж вообще стойких средств для макияжа у меня нет то есть тушь карандаш для бровей даже маркер для бровей помаду пудру румяна все это мицеллярная вода снимает на ура и при этом еще немаловажное хорошее свойство мы открыли она совершенно не раздражает глаза несмотря на то что составе чайное дерево я честно говоря этого очень боялась просто покупала ее по хорошей цене но нет глаза нам не раздражает поэтому очень-очень хорошая мицеллярка так и поехали уже основной уход тоник я продолжаю использовать в качестве тоника вот такой вот тонер от бел космикс это у нас линейка гиалурон актив значит здесь у нас идет интенсивное увлажнение и сияние 92 процента гиалуроновой кислоты низкая и высокомолекулярная гиалуроновая кислота в составе здесь у нас 200 миллилитров тонер такой чуть гуще воды хочу сказать девочки и мальчики что тонер действительно классно увлажняет мою комбинированную кожу но у него невероятно насыщенная обдушка я закончу я почему пока не ставлю ничего в уход чтобы скорее он у меня из ухода ушел и я его больше повторять не буду никогда не цеплялась в общем-то к обдушкам у косметики но считаю что аромат как у насыщенных духов для тоника как-то но это слишком также я продолжаю пока использовать вот такое вот средство в качестве тоника я использую теперь его только исключительно на ночь это польская компания under 20 тоник идет для проблемной кожи с пробиотиком и кислотами здесь у нас 200 миллилитров пока еще нет активного солнышка я буду использовать это средство потом наверно она будет стоять и ждать следующий кислотный сезон хорошее кислотное недорогое средство которое работает хорошо на зрелой кожи с расширенными порами действительно сужает пору а также на подростковой кожа с подростковыми проблемами тоже хорошо работает теперь сыворотка у меня вот такая вот сейчас в использовании от secret key это сыворотка с муцином улитки здесь у нас целых 60 миллилитров поэтому не хочу пока больше ничего ставить никакую сыворотку буду использовать только ее вот так вот она выглядит она прозрачная гелевая она абсолютно без запаха вот так вот она тянется то есть муцин улитки там достаточном количестве она прекрасно впитывается девочки не оставляя липкости последнее время мне попадаются именно такие средства корейские удивительно которые не оставляют липкости что не может не радовать потому что не нужно ждать пока средства долго впитается так это сыворотка подходит комбинированной кожи я получаю от нее увлажнения кожа такая напитанная она плотная если есть какие-то царапинки или покраснения сыворотка это все заживляет потому что муцин улитки это регенерирующий компонент я ее уже повторяю это не первая покупка вообще люблю улиточный муцин косметики мне он моей кожи он очень подходит теперь значит крема вокруг глаз ввела я в уход еще один крем который использую в утреннем уходе это у нас vtx линейка совершенно фарфоровая кожа крем сыворотка с люми сферами устранение темных кругов под глазами осветление сияние и лифтинг 20 миллилитров я уже достаточно пользуюсь чтобы сказать что это крем сыворотка дает отличное увлажнение я вообще знаете как дело особенно если у меня есть время мне не нужно спешить добежать я наношу прям плотным слоем благо объем позволяет под глаза и вот даю впитаться самостоятельно не вбивая не размазывая крем по коже просто на нашу плотным слоем и даю впитаться о сыворотке очень приятный аромат ненавязчивый кожа после того как средство впитается кожа увлажнена кожа напитана у меня нет темных кругов поэтому ничего не могу сказать по этому поводу но увлажнение я получаю качественная классная кожа напитанная общем не нравится мне нравится это средство с удовольствием пользуюсь также продолжаю использовать крем вокруг глаз но уже только на вечер от корейской компании айнлиб это крем с муцином улитки здесь было целых 50 миллилитров он идет отбеливающий и от марсин его осталось не так много но сейчас когда на улице потеплело девочки он стал для меня слишком тяжеловат слишком он плотный для весны скажем так сейчас вам покажу консистенцию поэтому я ввела в уход второй крем более легкий так вот так он выглядит много показала он достаточно хорошо разносится по коже он вот так вот тоже тянется я очень люблю такие тягучие кремы с улиточным муцином корейский у него тоже очень сильная одушка девочки очень цветочная какая-то яркая тоже как бы не понимаю для чего что хочу сказать он очень питательный оказался зимой как бы я это не особо замечала да а вот когда потеплело да ну он очень плотный такой получается питательный для кожи если у вас сильно сухая кожа то может быть вам он пойду понравится и весной я же стараюсь его скорее закончить но девочки но как-то от морщин он не спасает не увидела такого эффекта так теперь крем для лица тоже пока утром и вечером использую только один поставила я в уход вот такой вот крем с экстрактом лотоса от компании джигод здесь целых 100 миллилитров поэтому пока я ничего не добавляю вообще крем достаточно плотный я думаю когда совсем уже хорошо потеплеет мне придется все-таки на утро ставить себе выход другой крем какой-то более легкий вот так вот он выглядит смотрите он очень приятно пахнет текстура крема плотная вообще его надо было наверное зимой использовать но уже коль открыла пока попользуюсь а там посмотрим он очень приятно пахнет прям мега приятно не знаю как пахнет лотос дичь как-то не доводилось мне его нюхать я вам много показала конечно нанесла а вообще он неплохо впитывается кожа становится такая бархатная такая приятная на ощупь упругая наверное для сухой кожи он подойдет на любые сезоны но для комбинированные наверное на лето все таки будут плотноват в общем пока еще не сильно жарко я буду пользоваться а потом что-то буду думать а так вообще крем классный мне нравится и осталось показать вам мои маски поставила я в уход себе три маски это вот такая вот восстанавливающая маска от торговой марки марки ел их линейка magic дуэт это у нас маска для лица и шеи на основе порошка зеленого чая экстракта яблока оливкового масла разглаживает кожу питает увлажняет антиоксидантное действие тонус укрепления и так далее здесь целых 115 грамм хватит ее надолго вообще очень люблю эту линейку данную маску пробую впервые вот так вот она выглядит она кажется достаточно плотной но на самом деле она потом вся впитывается почти на кожу вот так вот она выглядит у нее какой-то такой аромат знаете чуть химозный косметический но как это была у меня маска из этой линейки поход практически так же эта маска на мне на моей коже пощипывает девочки какой-то вот ингредиент дает такое действие пощипывание покалывание ношу я эту маску минут 15-20 когда я ее смываю отражение в зеркале меня радует кожа такая упругая плотная подтянутая поры сужаются что немаловажно в общем я не знаю что они имели в виду маска восстанавливающая да когда ее так называли но мне эта маска дает такое освежение лица упругость кожи действительно кожа в тонусе общем классная масочка также повторно я использую маску от торговой марки белита это линейка магия марокко преображающая маска пилинг для лица с глиной газу экстрактом маринги для всех типов кожи глубоко очищает выводит токсины снимает маску усталости выравнивает тон кожи сужает поры 100 миллилитров девчонки и мальчишки я готова подписаться вот под каждым заявлением производителя потому что действительно так я наношу маску какое-то время с ней хожу до 15-20 минут и когда я ее смываю скрабирующими частичками в виде вот мелкой этой глины газу я получается скрабирующую кожу вдобавок то есть получается такой микро массаж действительно маска делает кожу свежий снимает усталость также классно очищает сужает поры в общем я ее очень люблю рада что я ее нашла и с удовольствием пользуюсь вот так вот она выглядит сейчас я вам покажу так вот так вот она выглядит достаточно она жидкая на камеру наверное не видно но там вот скрабирующие частички они как песочек то есть скраб получается такой полирующий она достаточно приятно пахнет как любая глиняная маска наверное просто такой косметический легкий аромат в общем если вы еще не пробовали эту маску любите такие маски многофункциональные очищающие полирующие скрабы если вы любите то думаю вам понравится данная маска и еще одну маску вам покажу поставила я в уход вот такую вот масочку которую я тоже еще никогда не пробовала это польский бренд этот бренд называется ревуэль маска с ретинолом разглаживающая и аха кислоты здесь составе есть так сделано нос болгарии вот так вот она выглядит она маска такая бледно-бледно розовая не знаю насколько эта камера передает она плотная кремовая вот так вот она разносится по лицу она не впитывается а знаете аромат такой пудрово каких-то ванильных духов таких бабушкиных но вот в хорошем смысле этого слова она приятно пахнет правда что хочу сказать до обещания конечно здесь достаточно громкие разглаживает и уменьшает пигментные пятна которых мясо к счастью нет регенерация кожи эластичность мягкость синтез коллагена в общем и останавливает процесс старения и бла 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 что хочу сказать масочка в принципе рабочие конечно нет таких супер заявленных эффектов но поры она сужает тон кожи однозначно на выравнивает после того как я смываю маску и провожу да вот пальцами по коже лица я чувствую что действительно рельеф стал абсолютно гладким то есть исчезли все вот эти бугорки какие-то неровности и кожа мягкая кожа в тонусе в принципе рабочая себе такая маска я очень рада что я ее купила девочки и мальчики это был и весь мой уход на март месяц если вы что-то пробовали с того что я вам показала пожалуйста напишите в комментариях мне будет очень интересно почитать ваши отзывы я ценю люблю всех кто смотрит мои видео спасибо вам огромное за внимание к моему каналу все кто не подписан еще подписывайтесь будем делиться секретами ухода за кожей лица тела также за волосами но на сегодня у меня все всем пока и до новых встреч